Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис, Лана, до начала программы я бы хотела заделать вам вопрос. А скажите, пожалуйста, у вас есть ли ожирение печени? Ожирение печени? Не думаю. На самом деле я не поклонник жирной пищи и везду такой образ жизни, мне кажется, у меня его нет. Ну, мне тоже так кажется, что у меня тоже нет. Я изредка ем жирную пищу, но мне кажется, это не может повлиять на это. Вы знаете, на самом деле у меня есть лёгкое ожирение печени. Какие причины могут вызвать ожирение печени? Какими методами традиционной китайской медицины осуществляется лечение? Это наша сегодняшняя тема. Давайте пригласим доктора Ян, который работает в отделении желудка печени и средёнки госпиталя номер два при университете традиционной китайской медицины. Ян Шинчун, главный врач госпиталя номер два при университете традиционной китайской медицины провидции Хэйлу Дзян специализируется на заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Хронический гастрит, пептическая язва, рефлюкс эзофагит, хронический гепатит, фиброз и цирроз печени, желчекаменная болезнь и язвенный колит. Лана Тенис, на самом деле у многих людей есть ожирение печени. Наши коллеги ежегодно проходят обследование в больнице, и многие удивляются, что почему у себя есть ожирение печени. Да, у моих знакомых тоже есть, но мне кажется, это не такое уж серьёзное заболевание, оно так распространено уже. Лана, я не согласен с тобой, но я не хочу тебя пугать. Вы знаете, что если не проводите свои временные лечения, это возможно развиться рак печени. Рак печени? Да. Ну, мне казалось, рак печени может вызвать только гепатит B, и так что это не имеет никакого значения. Не торопитесь, мы скоро узнаем правильный ответ, но сначала я бы хотела сделать вопрос вам. А скажите, пожалуйста, какие причины могут вызвать ожирение печени? Как вы считаете? Я слышала, что из-за алкоголя его чрезмерного употребления может возникнуть ожирение печени. Я думаю, исходя из слова ожирение, что это может быть связано с жирной пищей, поэтому может быть ожирение. Денис Лана, правильно ли вы отвезли? Давайте послушаем доктора Ян. Общее количество пациентов с ожирением печени составляет около 60%. К ожирению печени может привести множество причин. Во-первых, это лишний вес. Во-вторых, чрезмерное употребление алкоголя. Причем вторая причина куда более часто встречаемая. Кроме того, лекарства и недоедание тоже могут привести к ожирению печени. А пациентам с сахарным диабетом нужно особенно внимательно следить за этим показателем. Ведь такие больные входят в группу риска заболеваний печени. То есть получается чрезмерное употребление алкоголя вызывает ожирение печени. А если употреблять меньше алкоголя, то ситуация, возможно, исправится, наверное. Или, например, если мы, девушки, на встречах с друзьями будем выбирать алкогольные напитки с более низким градусом. Например, алкогольные коктейли. Я думаю, ничего страшного от этого не произойдет. А у меня есть такой вопрос. А если мы очень мало пьем, тогда, возможно, возникнет ожирение печени. Давайте узнаем об этом у доктора Ян. Если человек постоянно пьет спиртное, повреждение печени и ожирение развивается у алкоголика уже через 5-8 месяцев. В основном это зависит от общего состояния организма. Особенно быстро алкогольный гипотоз развивается при ежедневном приеме алкоголя, когда концентрация этанола в крови достаточно высокая. Поэтому рекомендуется соблюдать норму употребления алкоголя. Для мужчин каждый день не более 40 граммов, для женщин ежедневно не более 20. Употребление небольшого количества алкоголя, либо полный отказ от него, снизит вероятность возникновения ожирения печени. Итак, нам нужно очень обратить внимание на питание, уменьшить алкоголь. Но мне вот интересно, Зоя, ты в начале программы сказала, что ожирение печени может вызвать рак. Как это связано? Давайте сначала посмотрим на экран, где показываем процесс развития ожирения печени. Давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим первое, чистое ожирение печени. Ну, я знаю, что на этом этапе возможно полностью вылететься. Ну, давайте послушаем доктору Ян, чтобы она подробно рассказала нам об этом. Первое время признаки болезни никак себя не проявляют, что значительно затрудняет проведение диагностики. На нулевой и первой стадии определить развитие патологии можно только лишь при помощи сдачи анализов. Выявить в это время развитие гипотоза все так же трудно. Однако УЗИ сможет лучше всего охарактеризовать течение болезни. При возникновении любого заболевания очень важно, как можно раньше его обнаружить и начать лечение. Ведь очень многие приходят к врачу, когда болезнь уже в запущенном состоянии, тратят огромные суммы денег. Но ведь чем позднее, тем намного сложнее вылечить болезнь. Да, Лана, я совсем согласна с тобой. Ну, на самом начале, наверное, если проводите свое временное лечение, то, возможно, полное выздоравливание. Давайте дальше посмотрим на второй. Стеатогепатит. Итак, на этом этапе какие же могут быть симптомы Зоя? Денис, это очень хороший вопрос. Давайте вместе послушаем доктора Ян. На первой стадии клиническая картина проявляет себя следующим образом. Общая слабость в организме, нарушение аппетита, тошнота, сильная сонливость, нарушение координации. На второй стадии пациент может заметить такие признаки, как тяжесть в подреберье, потемнение кожи, особенно сильно это заметно на шее и в области подмышек, развитие желтухи, отечность, дискомфорт по правой части живота, расстройство пищеварения и незначительное увеличение печени. Давайте дальше посмотрим на третье – фиброз печени. Если на этом этапе, если мы не будем утерять большое внимание, тогда возможно развивается от четвертого пункта – цирроз печени. Цирроз, да, я слышала, что это предшествующая стадия рака печени. Да, вот так послушаешь, что рак аж волосы стоит дыбом. Все-таки, Зоя, ты была права, что ожирение печени может привести к раку печени. А какие симптомы проявляются на стадиях фиброза и цирроза печени, нам расскажет специалист. Без лечения ожирение печени может развиваться дальше. Также будет сформирован фиброз печени вплоть до цирроза печени. При этом вылечиться уже будет невозможно. Возникает ряд симптомов, таких как тошнота, отсутствие аппетита, отвращение к жирной пище, также возникают боли живота и вздутие. При возникновении цирроза печени проявляются такие симптомы, как кровь в верхних дыхательных путях, спутанность сознания, отсутствие мочеиспускания в течение 72 часов, вздутие живота или даже судороги. При долгом отсутствии лечения пациент может впасть в кому. Стоит заметить, что обнаружить развитие гипотозы при помощи пальпации можно только лишь при лечении первой и второй стадии, так как потом выросший от жира орган начнет уменьшаться из-за сужения клеток. Поэтому на поздних стадиях выявить патологию можно при помощи анализа крови, который и покажет сильное превышение липидов. Давайте дальше посмотрим. Пятый пункт. Рак печени. То есть, зоя, рак печени развивается, как показано на рисунке. А может быть такое, что ожирение печени не приведет к раку? Ожирение печени просто может вызвать рак печени. Это просто простой, обычный, простой процент развития болезни. А если мы не будем утерять большое внимание, может быть развиться рак печени. При обнаружении ожирения печени также следует диагностировать цирроз печени. К сожалению, эти заболевания часто идут рядом, рука об руку. Многие люди не проходят периодическое обследование. При возникновении таких заболеваний отсутствуют симптомы. Некоторые пациенты замечают, что живот стал немного больше. Первичная гипотаркацинома не имеет заметных симптомов. Но, к сожалению, в это время она уже может формировать рак печени. Так, теперь мы уже узнали, что ожирение печени – это очень серьезно. А какими методами традиционной китайской медицины осуществляется ожирение печени? Сегодня доктор Ян дал нам четыре метода. Давайте посмотрим на первый. Игра у гарования. А на каких точках выполняется гаукалывание? Ведь для лечения разных заболеваний выбираются разные участки. На каком основании происходит этот выбор? Например, если легкое ожирение печени. Какой курс гаукалывания дает положительный эффект? Да, это очень профессиональный, хороший вопрос. Давайте узнаем у доктора Ян. Китайская медицина рассматривает жировой гипотоз как болезнь холода печени. Поэтому при таком диагнозе лечение методами китайской традиционной медицины включает воздействие на биоактивные точки иглоукалыванием, точечным массажем или лечением моксотерапии для повышения энергии Ян печени. Одновременно лечение жирового гипотоза включает применение фитопрепаратов, которые восстанавливают функцию гипотоцитов. Иглоукалывание – это один из самых популярных способов. Курс лечения составляет 10 дней. Однако при серьезном течении болезни курс увеличивается до 25 дней. А второй способ – это какой? Давайте посмотрим на экран. Итак, это у нас китайские лекарства. Это вроде надо принимать внутрь. Разве в китайской традиционной медицине диагностика лечения не проводится на основе анализа и общего состояния пациента? И разве все пациенты могут принимать одни и те же лекарства? Конечно нет. Ожирение печени также подразделяется на три вида. Во-первых, застой крови. Во-вторых, циркуляция жизненных сил. Во-третьих, флажный жар. То есть, для разных ситуаций, для разных симптомов принимаются разные лекарства. Так, давайте послушаем доктора Ян. В традиционной китайской медицине диагностика и лечение осуществляется на основе анализа болезни и общего состояния пациента. Например, для тех, у кого наблюдается застой энергии ци в печени, принимаются лекарства для налаживания угнетенной функции печени и освобождения от застоя. А для тех, у кого возникает застой крови, принимаются лекарства, которые разжижают кровь. При возникновении ожирения печени обычно пациент набирает вес. Поэтому особенно важно следить за питанием. Так, давайте дальше посмотрим на третий способ лечения. Лечение методом заделывания кетгута. Я слышала от моих знакомых, что это такой способ похудения есть. Я раньше слышала, что заделывание кетгута может регулировать внутреннюю секрецию и нарушение обмена веществу. Поэтому они имеют хороший эффект для похудения. А его особенности – бесполитрительный эффект. Поэтому вы знаете, что оно обычно осуществляется на некоторых точках. Такой способ лечения в традиционной китайской медицине называется метод заволоки. И это очень простой способ лечения ожирения печени. Срок действия его составляет 15 дней или же один месяц. В зависимости от степени тяжести заболевания. Итак, что же за четвертый способ? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим четвертый способ наклеивания лекарства. В китайской медицине используют специальный пластырь, способный посредством микроигл поставлять в организм трансформирующие жировую ткань вещества, тем самым помогая бороться с ожирением печени. В результате применения происходит локальная трансформация жировой ткани. Так, уже через 4 недели масса жира на той стороне живота, куда приклеивается пластырь, сокращается на 20%. В свою очередь это приводит к системному увеличению затрат энергии, снижению веса и уровню сахара в крови. Организмы лучше реагируют на инсулин, и человек становится более активным. Новая технология потенциально представляет собой альтернативный и безопасный метод не только для лечения ожирения, но и для борьбы с диабетом и другими нарушениями обмена веществ. Итак, кроме традиционной китайской медицины, на что еще нужно обратить внимание? И мне кажется, когда люди узнают об ожирении печени, они ущемляют себя в продуктах. Да, конечно. Давайте посмотрим, какие продукты рекомендуются пациентам. Лечение гипотозы начинается с устранения или коррекции причин, которые и привели к заболеванию. Основной принцип диетического питания – это исключить жареные, жирные и богатые холестерином продукты, при этом сохранить полноценность пищи. Сельдерей, боярышник, морская капуста, морковь, помидоры, грибы – вот продукты, которые обязательно должны быть на вашем столе. А кроме пищевых продуктов, также необходимы занятия спорта. А какие виды спорта рекомендуется болеющим ожирением печени? При возникновении ожирения печени рекомендуется заняться подходящим видом спорта, таким как бег, ходьба или плавание. Для пожилых людей после спортивных упражнений обязательно нужно проводить контроль чистоты сердцебиения. Оно должно достигать 120 ударов в минуту, а для молодых – 140 ударов в минуту. Попробуем доктору Ян за то, что она сегодня подробно рассказала нам об ожирении печени. Давайте дальше посмотрим в ВКонтакте, какие вопросы есть у пациентов, желающих приехать к нам на лечение. Давайте посмотрим на экран. Первый вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какими методами осуществляется лечение алкогольной болезни печени? Лечится ли иглоукалыванием? Если ожирение печени было вызвано чрезмерным употреблением алкоголя, то, конечно же, рекомендуется прекратить употребление этого напитка. А также вам следует соблюдать диету и следить за тем, что вы едите. Давайте дальше посмотрим на второй вопрос. Итак, второй вопрос. Здравствуйте. Легкое, среднее и тяжелое ожирение печени. Какое из этих типов может легко привести к развитию рака печени? Важно понимать, что при возникновении ожирения печени в этом органе образуются так называемые неравномерные жиры. А в этом случае они легко могут вызвать и другие заболевания, такие как цирроз печени или даже рак печени. Поэтому мы и помогаем нашим пациентам с самых ранней стадии заболевания. Наша сегодняшняя делепродатия подходит к завершению. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы дам. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо всем. До свидания. До свидания. До новых встреч.